ребят привет вы находитесь на канале луна байк меня зовут дмитрий и сегодняшнем видео я установлю на свой фэкбайк агрессивные покрышки таране джонни 5 а сделаю это необычным способом с помощью стрейч пленки знаете ли времена не простые тут уж не до скотча ну и сразу простите за мой голос осень понимаете приболел немножко и да в этом же видео мы измерим ширину покрышки и также замерим глубину протектора поехали например я переобую только одно переднее колесо ну понятно что повторить процедуру не составит труда ну к тому же интересно будет сравнить протекторы максис миньон и таране джонни 5 к тому же таране джонни 5 ближе по рисунку именно все-таки к задней покрышки миньона как вы знаете макси миньон они разнонаправлены передняя покрышка у нас имеет продольный протектор а задняя поперечный ну а для начала нужно демонтировать саму покрышку солода чтобы установить новую и сначала мы спустим давление теперь нужно выстегнуть покрышку на подлок а это сделать не так-то просто хотя в случае с максисами оказалось довольно легко это я помню мучился с чипованными покрышками и сноу шоя вот это была проблема да там забортировать сложно было и наоборот потом разобрать и здесь покрышка легко сорвалась осталось дело за малым нужно только снять покрышку солода для этого понадобятся монтажки это уже немножко посложнее думал что придется сливать жидкий герметик с покрышки но его я не обнаружил только вот такую засохшую лужицу и при этом с передним колесом у меня проблем никаких не было чего не скажешь о заднем а проблема заднего колеса откроется именно в технологии герметизации обода для бескамерки я для этого использовал армированный скотч горелоты не важно собственно какая марка он имеет ширину 48 миллиметра по ободке понимаете 90 миллиметров пришлось наклеивать с перехлёстом два слоя и вот как раз при изменении давления а фэбайт у нас велосипед такой когда вы играете с давлением то ниже то выше нижний слой скотча со временем начинает отклеиваться может быть просто я неудачно наклеил как-то этот скотч но тем не менее он отклеивается и начинает травить через перфорацию ободы и в отверстие под спицы подливаешь герметика это все залатывается но тем не менее проблема периодически возникает если у вас конечно карбоновый обод то таких проблем нет или если вы используете для герметизации специальный скотч он имеет сразу ширину как раз подходящую к ободу и таких проблем думаю нет но именно для этого я буду сегодня использовать стрейч пленку она растянется вытянется и примет форму флиппера который как вы видите торчит из овода и думаю таких проблем не должно быть подобная технология с помощью полотна для натяжных потолков но я решил использовать более бюджетный наиболее доступную версию потому что пленку все таки проще достать чем полотно для натяжных потолков хотя в больших городах есть и то и то удаляем я заранее открутил гаечку и начинаем отрывать скотч а вот здесь вот кстати внутри тут есть как раз жидкая какая-то фракция как будто такой не засохший герметик то есть он внутрь попал вот этих вот сдутий пузырьков и там остался выглядит конечно противно ну в общем я чистил лобот от скотча правда у меня вот здесь вот на флиппере остались следы герметика который кстати заливался внутрь и следы скотча то есть его клейкого слоя ну где-то чистилась легко я убрал день нужно было сильно заморачиваться я не стал потому что сильно веса это не добавит а вот вороки с этим много проще просто потом вот эту вот ленту заменить но все-таки без скотча мне не обойдется заготовил уже кусочек с него мы начнем вот так вот в районе отверстия под ниппель наклеим его только наполовину чтобы с помощью него потом начать фиксировать стрейч-пленку стрейч-пленку я купил кстати в Leroy Merlin там продаются вот такие вот узкие матки 100 миллиметров на 90 обод в принципе подойдет хотя лучше было бы пошире что-то возможно есть в продаже более широкие стрейч-пленки ну не такие вот здоровые а вот просто там например 150 или 200 они конечно подойдут лучше потому что их проще потом будет срезать торчащие и все в моем случае ну за счет изгибов вся стрейч-пленка помещается внутрь легота ну посмотрим что получится зато получается сразу аккуратненько так выгибаем скотч устанавливаем пленку по центру и с помощью скотча фиксируем в данном случае скотч кроме того что фиксирует стрейч-пленку он добавляет толщины в место где будет установлен ниппель так все это хорошенечко приглаживаем и начинаем аккуратненько мотать не торопимся и сильно прям не натягиваем то есть если бы пленка была пошире можно было конечно тянуть вообще со всей дури но так как пленка здесь всего лишь 100 миллиметров при сильном натяжении она становится сильного уже обода поэтому аккуратненько и вот так вот укладываем так один слой готов я думаю натянул где-нибудь 5-10 слоев сейчас посмотрим главное не сбиться со счетом я уже накрутил около 8-9 слоев думаю становлюсь на десяти правда я уже сбился со счета потому что скотч то у меня черный и соответственно пару раз по моему я пропустил может быть здесь уже 10 слоев но для верности все таки мотану еще один раз ну вот видите как раз у меня отверстие под ниппель и она заклеена черным скотчем и соответственно эту границу просто не видно но слой получается довольно плотный такой кто заматал что-либо стрейч пленку знает что она хорошо защищает здесь у меня станет покрышка и как раз получится думаю герметично все то есть получилось идеально для 90 миллиметров обода 100 миллиметровая лента хотя для верности я бы конечно лучше взял пошире но мне просто было лень отпиливать от широкой стрейч пленки итак заходим на последний круг кто-то кстати мотает всего лишь пять слоев но как я уже сказал я для верности решил намотать 10 слоев больше слоев не меньше ну что подходим к концу так главное не пропустить а собственно вот оно отрежем пока что вот так пленку так ну лучше короче отрезать чуть чуть больше чтобы потом выровнуть пленку и сделать срез как раз посередине где проходит у нас ось отверстия под мебель это отверстие вот оно это нужно для того чтобы наклеить еще один кусочек скотча и он как раз вот зафиксирует пленку так отрежем и наклеим так же хорошо все прижать скотч нужно отрезать такой длины чтобы он не заходил за бред ноги то есть мне все таки кажется чтобы он оставался внутри потому что чтобы не разрывать вот этот герметичник потому что как бы покрышки немножечко приподнимется над ободом потому что ну все таки скотч имеет толщину хотя герметик все залепит а так покрышка даже будет наоборот прижимать этот самый скотч но я решил сделать именно так теперь нужно будет выковырить отверстие кто-то его прожигает я обычно продавливаю крестовой отверткой берем отвертку и вот так вот прокалываем отверстие теперь закручиваем ниппель мне кажется прокалывать даже лучше главное не ножом разрезать а именно проколоть в сторону втулки накручиваем гаечку так после того как закрепили ниппель теперь берем тряпочку и вот так вот проходимся по краю обода с обоих сторон чтобы прижать пленку потому что середина в принципе прижмет потом давление а здесь нам нужно установить покрышку ну и соответственно нужно чтобы пленка оставалась именно под бортами покрышки а не закаталась и где-то оказалась внутри в противном случае вся эта операция будет тщетно и герметик опять же попадет под пленку а нам этого не нужно ну и чтобы в процессе монтажа покрышки на обод у нас не задралась пленка смочим это все мыльной водой эта вода потом высохнет и дополнительно герметизирует слой а сейчас мне даст задрать пленку куда будем устанавливать покрышку я уже сказал да я тут конечно перелить сер стол с мылом вот прям получилась пенная вечеринка ну да ладно теперь берем покрышку покрышка как вы понимаете у меня направленная малюсенькая стрелочка указывающая направление ну теперь давайте так чтобы у нас напротив нюбеля была надпись установим покрышку пожалуй положим колесо вот и готово проверяем чтобы пленка не задралась ну и теперь забортовываем оставшиеся так надпись тарена у нас напротив нюбеля джойни 5 вернее 5 возле нюбеля так ну вот сейчас скорректируем этот вопрос там уже все пленку ладно пусть остается так немножечко спрещено это не критично кстати по моему уже та сторона вот таким вот легким движением покрышку установил на обод теперь нам нужно все расправить и можно сажать под ноги с помощью давления короче мой дух перфекционизма все таки решил что нужно развернуть покрышку и надпись тарене находилась возле нюбеля ну а теперь собственно вкручиваем этот сам нюбель и будем накачивать колесо для верности еще раз пройдемся мылом мылой не оживеем лучше все и быстрее замкнется так отставляем в сторону берем насос отжал батя для таких целей насос тупик так опа ну давайте качать нашли пузырьки таким способом встает практически с первого раза опа ничего себе фейерверк из пузырей мыли так оборотная сторона вот тоже а нет еще немножечко не села все здесь села здесь села ну а теперь приступаем к сравнению я думаю внимательные зрители заметили что я в покрышку не залил герметик да вот такая вот технология то же самое примерно происходит если установить на полотно для потолка натяжного но стрейч пленка просто проще и доступнее в общем герметики залью но чуточку позже а пока накачал здесь одно очко в этой покрышке одно очко и будем сравнивать размеры ну я думаю визуально даже вот так вот на камеру уже заметно что покрышка тиране джонни 5 все таки шире чем максис максис миньон задние ну фбр то есть фэтбайк рер вот ну давайте сравним по протекторам во первых смотрите здесь у нас тоже грибучий протектор я собственно поэтому и стал сравнивать тиране и заднюю покрышку миньоны ну потому что передней покрышки там просто немножко другой рисунок здесь протектора меньше вот смотрите вот центральной дорожке идет вот у нас протектор потом идет по две вот центральный потом у максиса это идет вот такой вот ряд ну практически они тут друг за другом идут по краям а вот у тиране идут вот этот вот ряд то есть маленький большой кстати направленный в противоположную сторону то есть грести вообще будет люто на низком давлении и плюс еще вот этот вот внешний ряд протектора то есть который вот так вот расщепиривается и дополнительную опору обеспечивает и грибучесть короче эта покрышка думаю будет загребать вообще отлично и при этом по весу они практически совпадают то есть здесь все таки протектор такой же а слой резины думаю немножко поменьше то есть вот в сравнении например с тем же джумба джимом вот эта вот покрышка максис мне показалось меньше катя нисколько из-за протектор ну это понятно вот а то что у нее резина как-то здесь поплотнее на боковине а вот здесь резина больше похожа на джумба джим именно она во первых такая же ребристая сверху и вот такое же ощущение от нее то есть она мне кажется более накатистая будет ну если можно вообще говорить о накатистости с таким протектором но как вы знаете в покрышках влияет на ногах не только протектор тем более на фэтбайк покрышках а еще и сама резина в боковинах собственно поэтому камерно ездить гораздо тяжелее потому что вам нужно сминать еще слой камеры так ну давайте сравним протектор я в принципе это уже делал в своем инстаграме, вконтакте и телеграме кстати подпишитесь ну сделаем это и здесь начнем с центрального протектора здесь у нас 6 миллиметров здесь здесь 5 ну здесь скажем так подстерлась еще резина то есть я ее все таки эксплуатирую так теперь следующий протектор оп здесь также 6 здесь даже 4,5 ну и боковой протектор здесь 5 здесь мы сравним два вот этот вот ряд здесь 6 ну кстати у меня где-то получалось 7 вот здесь у меня 7 и вот этот вот торчащий то есть здесь прям уверенная 7 в общем протектор немножечко больше но несущественно потому что здесь еще покрышка подстертая вот ну и этого протектора больше и как я уже заметил на распаковке я думал ну может быть мне показалось вот этот протектор он реально мягче то есть его щупаешь понимаешь понимаешь что у Максиса вот этот протектор более жесткий ну соответственно резина здесь более мягкая тоже будет влиять на накат ну и самое главное ширина давайте возьмем Максис будем мерить по вот этим вот границам кнопок боковых потому что штангенциркулем конечно сложно покрышку померить ну к тому же она все равно не 4,8 дюйма немножко поуже во первых у меня обод 90 мм так здесь у меня получилось 115 мм вот отставим ее в сторонку а здесь у нас по протекторам получилось сейчас чтобы удобно было не так то просто сделать здесь получилось больше 120 122 мм то есть если умножить дюйм на 5 и соответственно умножить на количество миллиметров в дюйме у нас должно получиться 127 мм здесь к сожалению получилось немножечко меньше но опять же напомню здесь обод 90 мм ну и осталось в колесо налить герметик вот выкручиваем мемпель отливать я его буду с помощью вот такого шприца 160 мм я его купил в обычной аптеке и вот такой вот шланг 6 мм я купил герметик герметик закроем залью 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 герметик собственно раньше я примерно столько и заливал то есть около 160 мм миллилитров простите я просто использую для этого маленькую бутылочку то есть за три раза заливал видите кстати немножечко вылезло пена значит там у нас пропускает так заливаем герметоз оп да с помощью шприца это делать сильно проще вставляем поршень пожалуй стану с этой стороны теперь надеваем на мемпель 6 мм трубка идеально насаживается то есть не создает большого сопротивления и при этом не протекает и начинаем вливать хотя вот по резьбе не увидите но вот здесь немножко просачивается герметоз накачиваем снова покрышку до одной атмосферы потом уже встряхнем собственно установка будет закончена а вот и одна атмосфера но теперь устроим вот такой эрогичный шейф для повеса герметик практически не слышно потому что во-первых его здесь всего лишь 160 мм и плюс давление в одну атмосферу если вот так к микрофону поднести то может быть и слышно немножко да совсем чуть-чуть от тряски уже распределился собственно для того чтобы даже если где-то остались какие-то не закрыли отверстия неплотности чтобы герметик закрыл потом спокойно даже если немножко будет спускать когда вы начнете ездить эти все отверстия все-таки закроются и потом вам ни о чем нужно будет беспокоиться но при прошлых способах установки когда использовал скотч все-таки кольцо потом подпускала во-первых травила через флиппер иногда ну собственно поэтому я и стал использовать стрейдж пленку решил попробовать этот способ а тут видите сразу все классно собралось и плюс еще покрышка отлично села это вам не витая это таране тая таране это мое таране как поется в песне ну а что касается заглушек я их поставлю все-таки на заднее колесо и поэтому сниму отдельное видео потому что на заднее колесо больше нагнулся там оно все-таки ведущее плюс тормозить все-таки как-то чаще задним колесом в общем там эти заглушки нужнее то есть там это будет более такой достоверный результат теста так ну а я с вами прощаюсь упарился всем катать увидимся в тайге и на ютюбе пока ребята